Всем привет! Это канал Частер, меня зовут Кирилл и здесь мы говорим о часах. Недавно у нас на обзоре был новый релиз Gravity Master от Casio, но сегодня мы мотнем время на 10 лет назад и посмотрим, с чего же начиналась серия G-Shock'ов, созданных специально для пилотов. Эта модель вышла в 2010 году, но до сих пор держит высокий уровень популярности GW-3000M4A, а приобрести ее вы сможете в официальном магазине G-Store Russia, ссылку я оставлю в описании к этому ролику, плюс по промокоду Частер зрителей моего канала будут ждать специальные скидки, а покупая часы в этом магазине, вы также получите бонус-пак с интересными сюрпризами внутри. Посмотрите, как модель выглядит вблизи, очень красиво, корпус приятных габаритов, не массивный, комбинация стали и полимерного материала, вы наверное уже прекрасно это видите, черный цвет это полимерный материал, чуть выше сталь, комбинация обработки, сверху у нас сатинирование, по бокам похоже на пескоструйную обработку, две кнопки слева, две справа и выше, неподвижный безель, чуть меньшего диаметра, с покрытием, у него интересная форма, он как бы скошен вниз, за счет чего создается эффект такого колодца, это дает дополнительную защиту для минерального стекла от воздействия при боковых ударах, от воздействия при падениях и само по себе стекло закалено и защищено от царапин, кстати, по ощущениям кажется, что он даже немного выпуклая. Ну и сам корпус, естественно, как у всех G-Shock'ов, водонепроницаемый 200 метров, то есть можно дайвингом заниматься, противоударный, и плюс здесь еще корпус дополнительно защищен от воздействий центробежной силы и от перегрузок до 12G. Дело в том, что в 2009 году G-Shock становится партнером Red Bull Air Race, это мировой чемпионат по аэробатике, сейчас он, к сожалению, уже не проводится, но я думаю, вы о нем когда-то слышали или видели, зрелище такое интересное достаточно, и в частности G-Shock становится еще и партнером пилота Матиаса Дольдерера. И, собственно, в следующем году, в 2010-м и выходит данная модель, данная серия GW-3000, но на самом деле в 2009 году вышел ее, можно сказать, прародитель серия G-1100, и уже тогда Casio как раз-таки сделали часы, которые бы позволяли преодолевать большие перегрузки. Так вот, серия GW-3000 вообще сразу взорвало, дизайн невероятный, он, конечно же, нам напоминает кабину пилота, это само собой, вот все эти показатели, датчики прямо один в один. И здесь, конечно, на циферблате, с одной стороны кажется, что все перегружено, но с другой стороны, как только вы немного разберетесь в этих часах, сразу все становится на свои места. По внешнему кругу, голубым цветом города, это для настройки часового пояса, для настройки мирового времени. Чуть ниже оранжевая разметка, десятых долей секунд, и различные индикаторы для успешного, неуспешного окончания радиокалибровки, или же для включенного-выключенного будильника. Да, как вы уже поняли по надписи Multiband 6, здесь у нас радиокалибровка, то есть часы готовы принять сигнал от одной из шести станций в мире и показать вам максимально точное время. Поминутные резки белого цвета уже по самому циферблату идут, рядом толстенные индексы и три арабских цифры, все со светонакопителем, все светится в темноте. Светонакопитель и на мечеподобных часовой и минутной стрелках с оранжевыми наконечниками, красиво они выглядят, но не менее красиво выглядит тонкая оранжевая секундная стрелка с классным раздваивающимся противовесом, прекрасно выглядит, то ли это хвост самолета, то ли язык змеи, много ассоциаций тут возникает. По самому циферблату, во-первых, тут окошко даты спряталось у нас между четырьмя-пятью часами на черном диске, белые цифры. Собственно, на циферблате два маленьких, вот они в районе трех и шести часов. Шесть часов это индикация 12-24, которая сейчас показывает нам, что полдень, а не полночь. И справа циферблат, где будет настройка будильника, где будет секундомер, где мировое время, в общем многофункциональный циферблат, ну а слева где недели и сотые доли секунд. Давайте же обо всем по порядку, тут функционал в принципе стандартный для кассио, нажимаем раз, переходим в секундомер. Секундомер здесь с точностью одна сотая секунды, и посмотрите, как здесь у нас идет считывание и вообще само действие секундомера. Так, сейчас обнулятся стрелочки, здесь у нас будут минуты, запускаем на верхнюю, минуты и секунды. Да, да, все верно, здесь вот эта стрелка оранжевая выполняет роль не секундной стрелки секундомера, а десятой доли она отчитывает, вот которая как раз таки у нас по внешнему кругу. Вот видите, сейчас она остановилась на 50, это значит полсекунды, а целые секунды у нас вот этой маленькой оранжевой отчитываются. Еще раз останавливаем в нуле, а здесь вот эта оранжевая сотая, то есть сейчас на одно деление над нулем, значит одна сотая секунды. Ну да, может быть для кого-то такой секундомер будет непривычным, но тем не менее необычное исполнение. И вот эта голубенькая стрелочка, она измеряет минуты, то есть вплоть до 24 минут, здесь секундомер, да, тоже такое необычный предел измерений, то есть голубая стрелка проходит оборот, и вот как раз 24 минуты будет секундомер, остановка и сброс. Следующая функция, это функция мирового времени, здесь мы можем посмотреть время в одном из 29 часовых поясов. Следующая функция, это функция будильника. Будильник у нас здесь звенит 10 секунд, мы его можем создать на любое время, сейчас у нас отключен, как раз таки стрелка показана OFF, и здесь в этом циферблате мы настроим наш будильник. По функционалу все, за работу этих часов отвечает калибр 51.21, питается он, как вы уже, наверное, поняли по надписи TAF SOLAR от солнечной энергии, срок автономной работы составляет 5 месяцев, и здесь плюс есть еще режим сохранения энергии, так что учитывая, что часы заряжаются как от солнца, так от обычной лампы, они у вас вряд ли когда-то в принципе сядут. Также здесь есть функция корректировки стрелок и автокорректировки стрелок, если вдруг часы будут подвержены воздействию магнитных полей или же каких-то электрических приборов, то стрелки можно будет скорректировать на точный ход. А вот так светлый капиталь ведет себя в темноте, очень красивый, светло-зеленый, прекрасно все подсвечивается и с сочетаемостью нет никаких проблем. Прекрасно сидит модель на запястье, дополнительные фотографии, как всегда, в моем инстаграме. Габариты 52,5 миллиметра высота по краям и 49,8, это диаметр, если бы точнее ширина, меньше 5 сантиметров. Толщина здесь 15,5, но она набралась, конечно, во многом за счет вот этого безеля. Ремешок, одно из главных преимуществ данной модели, яркий оранжевый, с классной рельефистой структурой, здесь его ширина 26 миллиметров, далее он сужается до 20. Двойные дырочки на запястье от 15 сантиметров до 22 сантиметров подходит данный ремешок, а общий вес часов 76 граммов. Классная спортивная модель, подойдет не только для использования в авиационных условиях, да и, в принципе, при занятии спортом, как каждодневная, летняя будет отличным вариантом, я думаю, яркая, красочная, надежная. Эти часы уже очень давно держат высокий уровень популярности, во многом за счет своего дизайна, яркий оранжевый цвет, комбинация с голубым, особенно это видно по циферблату, ну и, конечно, яркий оранжевый ремешок, все это привлекает взгляд. Далее, функционал G-Shock-овский, плюс G-Shock-овские характеристики, это ударопрочность, водонепроницаемость, плюс защита от перегрузок и функционал, секундомер, будильник, мировое время. Да, может быть, кто-то скажет, что здесь не такой удобный секундомер, как во многих моделях новее у Casio, может быть, он здесь не такой длительный, как хотелось бы, но на самом деле это свой шарм, шарм авиационных приборов, где в основном вот эти стрелочки, как раз таки, здесь все это реализовано на 100%, и поэтому здесь это скорее уместно, чем какой-то недостаток. Классная модель, действительно, она уже снята с производства, поэтому сейчас, если вы хотите ее приобрести, то лучше поторопиться, потому что уже в ближайшее время она точно 100% закончится, и ее уже будет не купить. В данный момент ее цена 24 740 рублей, но не забывайте, что в магазине gstore.ru по промокоду CHASTER вас будет ждать скидка. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте в комментариях под видео, также если оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, ну и конечно поделитесь этим видео с друзьями. А на этом все, всем пока!